Я сегодня начну с разбора контрольных, потому что не со всеми задачами справились хорошо. Смотрите, минус 2 в степени минус n, минус 2 в степени минус n, минус n. Был вопрос такой, является ли вполне упорядоченным множество чисел вот такого вот вида, с естественным порядком, где n и m натуральные числа, и если является, то оно изоморфно какому ординалу. Все увидели, что это действительно вполне упорядоченное множество, потому что в нем, в каждом подможестве можно найти наименьший элемент с наименьшими n и m. Причем если заменить вот эти два минуса на плюсы, то это уже не вполне упорядоченное множество, потому что в нем самом не будет наименьшего элемента. Если мы устремим n и m в бесконечность куда-то, то будет значение числа все уменьшаться, уменьшаться, а наименьшего элемента не будет, в самом множестве даже, не говоря уж про все его подмножество. А вот если здесь минусы, то оно является вполне упорядоченным. Так вот, никто не написал, какому же ординалу оно изоморфно, это множество. Я подчеркиваю, что вопрос был изоморфно, неравномочно, а изоморфно. Я специально два маркера возьму и рассмотрим, что такое число минус 2 в степени минус n. Это у нас минус 1 вторая, где-то здесь у нас 0, но он не входит в это множество. Потом здесь где-то у нас минус 1 четвертая, минус 1 восьмая, ну минус 1 шестнадцатая достаточно. Понятно, что здесь они все делением пополам стремятся к нулю бесконечно. Теперь, это числа вида минус 2 минус n. А теперь посмотрим числа вида минус 2 минус n минус m. Вот здесь m равно нулю. Если m не равно нулю, то что здесь получается? Этот кусочек там от минус 1 до минус 1 второй пополам, еще пополам, еще пополам, еще пополам, он стремится так же. Этот кусочек от минус 1 до минус 1 четвертый пополам, пополам, и вот он здесь стремится. И здесь мы имеем, что к каждой точке при m равном нулю, вернее, при m равном нулю, вот к каждой черной точке, стремится бесконечно много красных точек. И теперь, если вы говорите, это изоморф на омеге, или там омеге плюс один написали, но что такое омега плюс единица? Это вот что. Это бесконечно стремящиеся к максимальной точке, никогда не достигающей последовательности, плюс единица, плюс наибольший элемент, который содержится здесь. И в таком множестве, который изоморф на омеге, у него между двумя элементами, которые вот в этой первой омеге лежат, у них всегда конечное количество. Есть только между наибольшим элементом и любым, меньшим его, имеется бесконечное количество элементов. А здесь-то у нас таких точек, видите, много. И на самом деле изоморфизм здесь не к омеге плюс один, а к омеге в квадрате. То есть омега раз по омеге. Вот правильный ответ. Понятно, да? Теперь понятно. Потом была такая задача доказать, что если х вполне упорядоченное множество, то у каждого элемента множество х, кроме наибольшего, есть непосредственно следующий за ним. Все почему-то пытались решать эту задачу трансфенитной рекурсией. Я поставил 7 минус плюс, потому что, да, эту задачу можно, это утверждение можно доказать трансфенитной рекурсией, но никто не довел рассуждение до конца. Но главная проблема в том, что здесь вполне можно обойтись без трансфенитной рекурсии. Смотрите, если у нас х, вполне упорядоченное множество х, ой, я возьму черный маркер, чтобы было... Значит, х у нас вполне упорядоченное множество. Возьмем некий его элемент, т принадлежит х, и построим такое множество. Ут, состоящее из, там, не знаю, каких-нибудь у, принадлежащих х, такой, что у больше т. То есть множество всех элементов строго больших т в хе. И ут является подможеством х? Ут не пустое, если т не является наибольшим. А здесь вот написано, для всех, кроме наибольшего. Если т не является наибольшим, значит, ут не пустое. Но раз оно подможество х, раз, оно не пустое, в нем есть что? Наименьший элемент. Этот наименьший элемент, по определению, будет элементом прямо следующим за т, потому что нет никакого элемента другого, который был больше т и меньше наименьшего элемента ут. Вот и все доказательство. Никакой трансфинитной рекурсии здесь не нужно вообще. Здесь нужно понимать. Не надо стрелять из пушки по воробьям, если это не нужно. Как бы эту задачу можно было корректно решить при помощи трансфинитной рекурсии? Можно было бы, наверное, отметить, что каждому вполне упорядоченному множеству, каждое вполне упорядоченное множество, оно при помощи трансфинитной рекурсии изоморфно какому-то ординалу. А дальше мы просто говорим, что каждому элементу множества, там, т, принадлежащему х, соответствует какой-то ординал альфа, да? А у ординала альфа имеется всегда следующий за ним альфа плюс единица. И он будет соответствовать какому-то т-штрих, следующему за ним. Если, конечно, этот т не является наибольшим в х. Оставив всю конкретику и все аккуратные рассуждения про рекурсию на вот эту теорему про то, что всякое вполне упорядоченное множество изоморфно какому-то ординалу. Потом были еще последние задачи, которые все подсказки дал, но почему-то, значит, затруднения все равно возникли. Доказать, что для любого множества ординалов существует ординал M больше любого из элементов. Значит, тут у нас S это множество ординалов. И мы говорим, что для любого ординала существует ординал M больше любого из его элементов. Когда мы рассуждаем про ординалы, мы все время стоим на краю парадокса Бурали-Форти. Мы не можем сказать множество всех ординалов. Если бы у нас было множество всех ординалов, это вообще не проблема никакая не была бы. Мы сказали, да, вычтем из этого множество, что у нас есть, и найдем наименьшее. Но так как множество всех ординалов не существует, нам приходится изобретать эти элементы. И мы знаем, что если S множество ординалов, каких-то ординалов, то сумма S или reduce S это тоже ординал. И более того, по определению, если T является элементом S, то T является подножеством суммы S. То есть в случае с ординалами быть подножеством, быть меньше либо равным, это одно и то же. Вот дальше мы говорим, что сумма S плюс единица, это как раз ординал, тоже ординал. И любой T, принадлежащий S, является T меньше суммы S плюс единица. Все рассуждение, уже оно все дадено. Только вам надо было вспомнить, что быть подножеством и быть меньшим либо равным, это одно и то же. Прибавили единичку, и мы можем строгое, не строгое неравенство заменить на строгое неравенство. И, наконец, там была формулировка в другом варианте, она была посложнее. Как там она звучала, что для любого множества ординалов существует наименьший ординал, не принадлежащий этому множеству. Эту задачу вообще никто не решил. Решать ее надо таким образом. Смотрите, если мы уже знаем, вот у нас есть множество ординалов. Я его так условно в виде такого облака точек нарисую. Вот у нас есть наш сумма S плюс 1, ординал, который больше их всех. Он уже не принадлежит нашему множеству ординалов. Но дальше у Ксении почему-то взяли и написали, что это и есть искомый. Но это не так, потому что здесь же тоже могут быть какие-то дырки в нем. И не обязательно вот этот больше их всех будет меньшим, который не принадлежит. Один маленький шажок остался. Значит, возьмем, просканируем все ординалы, меньше либо равные данному. Найдем среди них те, которые не принадлежат S. Это будет множество ординалов. И значит в этом множестве будет наименьший элемент. Он и будет искомым. Вот все рассуждение. Я подчеркну сейчас, прежде чем я к основной части лекции перейду. Еще раз подчеркну. Если у нас есть ординал, удовлетворяющий какому-то свойству А от альфа. Вот если существует альфа такой, что А от альфа. Значит у нас существует какой-то альфа штрих, меньший либо равный альфа. Наименьший такой, что А от альфа штрих выполняется. Мы всегда это можем сделать при помощи ограниченного выделения. Просто можем найти T меньше либо равных альфа. А что такое меньше либо равных альфа? Это значит T принадлежит альфа. Значит T равно альфа. Или T принадлежит альфа. И среди вот этих вот меньших найти такие, которые еще удовлетворяют свойству А. Это ограниченное выделение. У нас есть аксиома ограниченного выделения. Всегда можем построить такое множество. Это будет множество, в нем будет наименьший элемент. Если оно оказалось пустым, я поаккуратнее напишу. Значит множество T принадлежащих альфа такое, что А от T. Если вот такое множество оказалось пустым, значит альфа и есть наименьший элемент. Если оно оказалось не пустым, в нем есть наименьший элемент. И значит такой минимальный ординал существует. Я обращаю ваше внимание, потому что сейчас во многом положения лекций, которые я сейчас прочитаю, будут строиться на этом свойстве.